Сегодня приготовим очень вкусные курники. Для теста нам нужно 450 грамм просеянной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, пол чайной ложки соли, 120 граммов сливочного масла, его нужно растопить, 120 граммов растопленного масла, добавляем 250 граммов сметаны любой жирности, хорошо перемешиваем и частями добавляем муку, замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягким и воздушным. Заматываем пленку и оставляем просто на столе, а в это время займемся начинкой. Для начинки нам нужно 500 грамм куриного филе. Режем мясо очень маленькими кусочками, примерно такие должны быть кусочки. 400 граммов сырого картофеля, режем также мелким кубиком. Полное описание рецепта есть под видео. И очень мелко режем лук. Нам нужно 3 луковицы среднего размера, примерно 300 грамм. Добавляем 1 чайную ложку соли, черный молотый перец, добавляем 50 миллилитров растительного масла. Также можно еще добавить специи по вашему вкусу. Все хорошо перемешиваем. Тесто немного отдохнуло. Такое оно мягкое, податливое. Делю на пополам. Половину заматываем обратно в пленку, а с этой половиной будем работать. Делаем небольшую качалочку. И делим на 8 равных частей. Формируем вот такие колобочки. Тесто хорошо поддается, с ними проблем никаких нет. Теперь каждый шарик тонко раскатываем. Кладем столовую ложку с горкой начинки и собираем тесто гармошкой. Вот так. Выкладываем на противень и смазываем яйцом. Сверху можно посыпать кунжутом, но это по желанию. Ставим в хорошо разогретую духовку до готовности. У меня газовая духовка и я готовила примерно 1 час. По желанию за 10 минут до готовности можно посыпать сыром. Чтобы проверить готовность достаньте 1 кусочек картошки и попробуйте. В электродуховке режим вверх-вниз примерно 40 минут. Готово! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok